В Югре создадут центр высоких биомедицинских технологий. Его в Сургуте построит Ростех. Накануне в Москве Фонд научно-технологического развития Югры и Госкорпорация подписали инвестиционное соглашение. Так, по результатам открытого конкурса, в регионе за три года планируют возвести первый объект Юнити-парка. Он разместится на участке площадью почти в 6 тысяч квадратных метров. В стороны договорились также о поставке и комплектации оборудования. В состав Центра высоких биомедицинских технологий войдут лаборатории молекулярно-генетических методов исследования, клеточных микрофлюидных технологий, а также биобанк. К слову, стоимость объекта оценивается почти в 5 миллиардов рублей. Первые результаты осязаемые фактически уже видны. Подготовленная инженерная территория, отсыпана песком. Город Сургут сейчас ведет подготовку к строительству набережной. полтора километра будет современная набережная, строительство дорог. Инфраструктура внешней, подводные сети, подводящие сети будут построены. Соответственно, и первый объект – это геномный центр, Центр высоких биомедицинских технологий. Мы, думаю, что в ближайшие полгода-год начнем физически строить уже само здание. Это будет визуально видно достаточно скоро. Отмечу, здесь планируют создать порядка сотни рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Помимо научно-исследовательской деятельности, в Центре будут готовить специалистов для геномной и трансляционной медицины, биоинформационных технологий, а также превентивной медицины. Еще один человек, эвакуированный из Донецкой области, получил гражданство России. Накануне в Сургутском районе паспорт Российской Федерации вручили 18-летнему жителю села Зайцево. Это пригород Горловки. Документы на российское гражданство он вместе с мамой подавал еще у себя на родине. Но получить заветный паспорт так и не смог. Из-за бомбежек пришлось эвакуироваться в Югру. Окружные полицейские запросили всю необходимую информацию и помогли молодому человеку получить документы. Сейчас в своей очереди ждет и мама новоявленного россиянина. Нам подали там, получается, весь пакет документов, а приехали сюда и, получим, должны были выехать в Ростов получить. И так как за обстрелом у нас не получалось этого сделать, нам его переслали сюда. Сын у меня 11 класс заканчивает, планируем сдать экзамены. Обязательно до середины лета точно здесь. Нижневартовский многодетная мать открыла мини-пекарню. Это произошло благодаря государственной социальной поддержке. Юлия Каратеева воспитывает 9 детей, среди которых есть и дети с ограниченными возможностями здоровья. Больше 8 лет для своей большой семьи она пекла хлеб сама. За это время появились и любимые рецепты и свои хитрости. Постепенно домашний хлеб у Юлии начали заказывать и знакомые, а небольшую партию выкупал ресторан полезного питания. Позже, во время консультации, об этом узнал и специалист социальной защиты. Женщине объяснили, что она попадает в категорию самозанятых и может рассчитывать на материальную поддержку. 250 тысяч рублей на развитие своего дела. Для этого было необходимо составить полный бизнес-план и подготовить пакет документов. Да, мы получили, мы выкупили, мы купили тестомес, мы купили росточный шкаф, мы купили духовой шкаф с конвекцией большой. Качество хлеба, конечно, в разы сразу взлетело, в разы взлетело. Но вы видели, вот я режу, он настолько воздушный, пушистый, что он даже не режется.